Люди часто пользуются интуицией, но если интуиция не основана на опыте, то это приводит к ошибкам. Цифровая интуиция – это коллективный опыт за продолжительный срок. Человека можно предупредить о том, что чаще всего случается при похожих обстоятельствах. Способ анализа данных отличается от человеческого восприятия. Результат анализа – это расширение когнитивных способностей человека. Я думаю, что программа для поиска шаблонов в различных массивах данных появится года через два. На домене аналитика.тим будет облачная версия, также будет версия для работы без интернета. Способы ввода данных и набор признаков будут адаптироваться для разных задач. Пользователи смогут создавать свои проекты или участвовать в уже начатых программах. На платформе аналитика.тим можно будет нанимать аналитиков, а аналитики найдут заработок. Посетители сайта смогут оценивать обнаруженные шаблоны и движением пальцев по тачскрину давать оценки – ерунда, очевидно или эврика. Чем больше оценок, тем интереснее результат работы искусственного интеллекта. Рейтинговое агентство новостей «Аналитика Тодей» предложит новостным агентствам размещать маленький баннер возле публикуемых сообщений. Если сообщение набирает определенное количество просмотров, то на баннере будет отображаться рейтинг шаблонности этого сообщения. Нажав на баннер, пользователь получает доступ к более подробной информации. Данные анализа представляют интерес, и тот, кто размещает наш бесплатный баннер, тоже получает новых посетителей. Так проект приобретает значимость. Прогноз новостных сообщений похож на прогноз погоды, который становится более точным по мере усложнения алгоритмов. Применение цифровой интуиции на горизонте 2-10 лет. Первое. Анализ новостей и реконструкция факторов, влияющих на мнение человека. Второе. Обнаружение условий возникновения и исчезновения разногласий. Третье. Реконструкция связей между данными пользователя и содержанием адресной рекламы. Четвертое. Реконструкция условий лояльности. Пятое. Выявление шаблонов маркетинга, софистики, НЛП, пикапа и других привычек. Мнение толпы опирается на небольшое количество новостей, о которых узнало большое количество людей. Управление – это технология, основанная на опыте. Если манипуляция общественным мнением не отличается оригинальностью, то алгоритм укажет на аномалию и сходство. Подозрение – это еще не обвинение, но обнаружение шаблонов разрушает репутацию манипуляторов. Как работает технический анализ? Главное событие из новостной ленты я оцениваю по 8 признакам, в которых используются 124 оценки. Таким образом, я получаю материал для технического анализа. Из полученных данных строятся графики изменения объема схожих данных и графики изменения производной функции по времени. Можно вычислить среднее значение корреляций графиков и обнаруживать локальные аномалии. Для детального разбора выбранное сообщение совмещается на шкале времени с аналогичными событиями и так по каждой из 8 категорий. Оцениваются корреляции множества графиков между совмещенными отрезками времени около похожих событий. Обнаруженные связи усиливаются путем исключения из графиков тех параметров, которые ослабляют связь. Многие зависимости легко объяснить, но обнаруживаются и необъясненные зависимости. Если новость подозрительно укладывается в выявленные ранее шаблоны последовательностей, то получаем предсказательную силу на математическом основании. Если сопоставление оказалось интересным, то это привлечет внимание, измеряемое в количестве просмотров. Внимание людей – это обратная связь для искусственного интеллекта, который станет искать эвристические комбинации автоматически. На первом этапе я собираю данные за 20 лет, а моим инструментом является Excel. По материалам за первые 20 лет нового тысячелетия можно будет выпустить обзор в стиль на медни Леонида Парфенова. На первом этапе уточняются критерии классификации и алгоритмы анализа. Позже интернет-платформа Аналитика Today станет рейтинговым агентством для текущих новостей. Одним из коммерческих продуктов также может стать алгоритм оценки оригинальности, искренности и заинтересованности собеседника. Это не инструмент для подчинения, это инструмент для выявления фальши. Скорость развития проекта и масштаб обработки данных зависит от ресурсов. Стоимость первого этапа 100 тысяч евро, а к моменту запуска искусственного интеллекта хотел бы привлечь более миллиона. Проект Аналитика Today важен для конспирологов и антиконспирологов. Если обнаружится взаимосвязь между конфликтами и природными явлениями, значит у кого-то есть такой инструмент шантажа. Это интересно, а внимание людей сегодня является ликвидным товаром. При большом объеме данных обнаружение интересных связей – это лишь вопрос времени. Методика сбора данных. Я создаю самообучающийся алгоритм, который должен научиться понимать, что было, что происходит сейчас, что будет потом и что будет, если определенным образом вмешиваться в происходящее. Задача масштабная и в качестве первого шага я решил проанализировать архив русскоязычных новостей. Первые 20 лет нового тысячелетия – это эпоха Путина, которая насыщена противоречивыми сообщениями, и валидатность выборки получится достаточно высокой. Из архива новостей за каждый день я выбираю 4 наиболее заметных сообщений. Сообщения о событии преобразовываются в код в соответствии с классификатором. Составление списка признаков и оценок заняло у меня 2 месяца, и получился вот такой результат. Признаком присвоены буквенные индексы. А. Дата и время сообщения Б. Количество набранных просмотров или иной рейтинг С. Заголовок Д. Ссылка на источник Е. Тема сообщения Ф. Как описано или как воспринимается событие Г. На какой стадии исполнения находится событие Х. Временной интервал между событием и сообщением о нем I. Тип источника данных J. Место действия или последствий K. Место возникновения причины события L. Оценка истинности по иным источникам M. Отсылка к номеру сообщения о том же событии и подсказка для аналитика Подсказка нужна, чтобы при заполнении базы данных быстрее отыскивать связанные события N. Обстоятельства сообщения Это данные из иных источников, например, биржевые котировки Я в этом месте записываю цену барреля нефти O. Вычисляемые характеристики источника сообщения Это тут будет автоматическое заполнение P. Идентификатор аналитика, который осуществил классификацию По индексу Е возможны такие оценки Прочие Топливо и энергия Ископаемые материалы Потоп Атмосферное Космос Аномальная Политика властей Либералы Социалисты Националисты Исламисты Христиане Выборы или назначения Бюрократия и регулирование Коррупция Реформа Задолженность Спор Правосудие Насилие Протест Миграция Охрана порядка Криминал Разведка Военные технологии Военные учения Террор Война или инцидент По индексу Ф оценка восприятия Возможны такие варианты Праздник или памятный день Достижение или находка Демонстрация возможностей Оказание помощи Уступка Предложение или план Развлечение Рассказ как было Уведомление как будет Подозрение Оправдание или опровержение Обвинение или требование Преследование Утрата или печаль Поражение или траур Катастрофа Индекс G Состояние дел Возможные оценки Предупреждение Инициатива Подготовка Наблюдение Действие Финал Обобщение Напоминание Индекс H Давность Возможные оценки Давность события На годы Давностью до 13 месяцев События Прошлой недели События Прошлого дня Случилось Ожидаемое событие Предсказания На ближайшие дни Предсказания На месяцы Предсказания На годы Индекс I Источник Возможные оценки Мифический Анонимный Мнение Свидетели Статистика Государственные службы Профессиональные наблюдатели Несколько источников Индекс L Истинность Возможные оценки Согласие Или неизвестно Подозрительно По наложению Подозрительно По содержанию Опровергнуто Индекс J Где последствия И индекс К Откуда причина Возможные оценки Москва Чечня Дагестан Ингушетия Кабардино-Балкария Россия Украина Белоруссия Восточная Европа Прибалтика Великобритания Северная Европа Западная Европа Южная Европа Турция Африка Израиль Ближний Восток Кавказ Южная Азия Центральная Азия Китай Корея Япония Юго-Восточная Азия Австралия Антарктида Южная Америка Карибский бассейн США Арктика Коалиция Международный регулятор Глобально Без локации Регионы сгруппированы таким образом, чтобы распределение оценок оказывалось более-менее пропорциональным. Преобразованные в код сообщения формируют матрицу оценок. Матрица оценок – это многомерная таблица данных. Количество комбинаций по признакам EFGHIJKL составляет 1 610 612 736 вариантов. По содержанию классификатор похож на международную патентную классификацию. Если посмотреть, насколько точен в определениях многотомный международный патентный классификатор, то там тоже много неопределенного. Важно, чтобы похожему явлению присваивался одинаковый маркер. Например, G06Q50-26 – это код, по которому можно найти похожее изобретение. Если было постоянство оценок, то несогласие критика с определением маркера алгоритму не мешает. Для учета таких отклонений аналитик с определенной регулярностью классифицирует уже занесенные в матрицу сообщения. Если новый код отличается от прежнего, то оба кода записываются в личное дело аналитика как парадокс. Если парадоксы появляются слишком часто, то проделанная аналитиком работа проверяется другим аналитиком. Данные о парадоксах учитываются при поиске кодов аналогичных сообщений. Таким образом, я сохраняю относительную простоту классификатора и могу привлечь к работе большое количество аналитиков. Разница оценок учитывается при поиске аналогичных сообщений. По базе данных можно будет графически наблюдать увеличение разногласий в оценочных суждениях. Так можно выявлять точки возникновения и устранения конфликтов в обществе. Мой набор данных можно считать неполным, но то, что откладывается в памяти обычного человека, еще более фрагментарно и не систематизировано. Вспоминая события прошлых лет, человек в лучшем случае вспомнит несколько новостных событий за год. Когда читаешь заголовки новостей за продолжительный срок, то причинно-следственные связи уже выглядят яснее. Интуиция человека позволяет фильтровать данные матрицы и находить подтверждение предполагаемых связей. Но человек ограничен определенными шаблонами мышления и может чего-то не замечать. Эволюционирующий анализ последовательности сообщений. Классифицированные данные позволяют строить следующие графики на шкале времени. Количество привлеченного внимания, объем данных, скорость изменения объема данных, количество связей между сообщениями, графики других производных функций. При построении графиков используются фильтры оценок для выделения интересующей области данных. Под фильтрами подразумевается исключение, конъюнкция, дизюнкция, инверсия и использование коэффициентов. Коэффициентом может служить количество просмотров сообщения или иная оценка значимости. Для поиска шаблонов используется профиль настроек. Профиль настроек содержит следующую информацию. Длина сравниваемых фрагментов матрицы, направление поиска и фильтр данных. Первые профили настроек создает человек. Процедура обнаружения шаблонов. 1. Поиск аналогичных кодов в матрице. Аналогичный код сообщения содержит одинаковую оценку по одному или более признаков. 2. Фрагменты матрицы до или после аналогичных кодов совмещаются на шкале времени. 3. Расчет корреляции сравниваемых последовательностей. Используется один фильтр данных для всех фрагментов матрицы. 4. Выделение примеров с наибольшим коэффициентом корреляции. Инверсия параметров, дающих отрицательное значение корреляции. 5. Для выделения кодов, которые обеспечивают наибольший коэффициент корреляции, сужаются рамки критериев в профиле настроек. Данные о настройках и результатах поиска записываются в базу данных как шаблон. Обнаруженный шаблон должен получить оценку значимости человека. Оценивается количество просмотров, количество комментариев или иной показатель заинтересованности. Оценку значимости может делать и один человек. Например, по десятибальной шкале с оценками от «неинтересно» до «интересно». Шаблоны, получившие высокую оценку значимости, и шаблоны с высокой производительностью чаще используются для анализа в будущем. Производительность шаблона выражается в количестве обнаруженных примеров, их длине и величине корреляционной зависимости между примерами. Для сохраненного шаблона характерен узкий фильтр данных. Комбинация настроек дает более широкий фильтр данных для нового анализа. Процедура автоматического определения профиля настроек. 1. Код сообщения сравнивается с записями о парадоксах. Если есть два варианта оценки одного признака, то используются оба. 2. Поиск кодов аналогичных сообщений в базе данных шаблона. Если анализ сообщения является повторным, то обнаруженный ранее шаблон не учитывается. 3. Объединение фильтров данных из двух или более шаблонов. Количество объединяемых фильтров ограничено. Фильтры могут объединяться по очереди или в случайном порядке. Шаблоны с высокой оценкой значимости используются чаще. Так повышается вероятность обнаружить более сложный и интересный человеку пример статистической связи. 4. Из настроек поиска исключается фильтр данных одного или более шаблонов с низкой оценкой значимости. Так снижается вероятность обнаружить неинтересный для человека пример статистической связи. 5. Фильтр данных расширяется путем добавления случайным образом выбранных оценок или признаков. Образно выражаясь, критерии поиска шаблонов эволюционируют путем скрещивания, мутации и отбора. Каждый раз матрица анализируется с измененными фильтрами. Каждый раз настройки поиска формируются из разных шаблонов. Анализ сообщения может повторяться с измененными фильтрами множество раз. Вначале база данных пополняется простыми шаблонами. Позже обнаруживаются сложные шаблоны. Это похоже на развитие организмов в питательной среде. Информация о сообщении, индекс О, обновляется каждый раз, когда алгоритм обрабатывает данные этого сообщения. Список вычисляемых характеристик. Количество считываний этого кода за всю историю матрицы. Список шаблонов в базе данных с упоминанием этого кода. Оценка привлеченного внимания к шаблонам с упоминанием этого кода. Список учитываемых характеристик может расширять человек или самообучающаяся система. Очередность вычислительных операций, приоритет данных и пороговое значение изменяются для сравнения количества вычислительных операций, потребовавшихся для обнаружения примеров статистической связи. Оптимизация вычислительных процессов осуществляется путем использования наиболее производительных настроек. Пример порогового значения – это коэффициент корреляционной зависимости, при котором связь считается установленной. Пример приоритета данных – это баланс между случайными значениями и сохраненными шаблонами. Очередность и приоритет вычислительных операций изменяются человеком или ставятся в автоматическую зависимость от вычисляемых параметров. На основании накопленных статистических данных уточнению подлежат все параметры, которые в этом описании указаны неточно. Например, уточняется количество объединяемых фильтров данных для формирования профиля настроек. Предсказательная сила анализа выражается в оценке вероятности, с которой сообщение укладывается в выявленные ранее шаблоны. Анализ применим и к запланированным или предполагаемым сообщениям. Примеры последовательностей сообщений из прошлого показывают, что чаще всего случается при похожих обстоятельствах. Я решил рассказать об алгоритмах и планах, потому что так интереснее. Если программисты поняли, что такой анализ данных возможен, то со временем воспроизведут его во множестве вариантов. Естественное поведение человека – это хвастаться достижениями сразу. Думаю, что у такого желания есть эволюционное значение. Есть шанс, что глупых решений и обмана станет значительно меньше. Существующие в мире алгоритмы уже кое-как предсказывают поведение преступников. Полноценному алгоритму не важно, является ли преступник законным. Важно, чтобы алгоритм не блокировали. Я хочу, чтобы люди начали думать, где еще применить эволюционирующий анализ данных. Например, можно классифицировать данные государственных закупок, найти там шаблоны лидеров и аутсайдеров. Еще можно заняться шаблонами в системе правосудия, законотворчества и маркетинга. Исследователю надо найти тему, сохранить архив сообщений, придумать классификатор, за пару лет классифицировать данные и запустить анализ на домашнем компьютере. Потом можно использовать результат в коммерческом проекте или получить славу исследователя. Лет за десять цифровая интуиция может вытеснить старых экспертов. Если кому-то понравилась эта идея, то берите и развивайте. Не стесняйтесь делиться информацией и дополнять ее своими знаниями. Подобные исследования делают плагиат поводом для смеха еще при нашей жизни. Искусственный интеллект сможет анализировать работы малоизвестных авторов, и чтобы гений стал известен, не придется искать продюсеров. Доверие к цифровой интуиции будет расти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова